значит корень проблемы не видят хотя все было на лицо естественно все на лицо на человека смотришь уже тебе становится понятно какая там проблема лично для меня 90 процентах случаях я уже можно предположить что с этим человеком там творится и как ему помочь и помочь очень просто очищение толстого кишечника очищение печеночки естественно меня питание вот так так живот и запоры вот на что надо было обращать внимание проблем было об этом а вот смотрите проблема была в этом стоп 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 запор а вот причина запора это еще нечто другое а это уже начинает в голове лежать что человек привык вот так вот питаться неправильно то есть он не понимает почему такое питание может привести к такому либо же человек волнуется за чего у него спастический запор возникает кишка вот такая вот становится вот такой вот сжимается из-за того что он там нервничал перенервничал а это уже другое то есть в конце концов все причины начинают собираться в нашем сознании в основном все это идет из-за того что человек неправильно относится к окружающему пространству неправильно относится к событиям которые происходят вокруг него неправильно поступать неправильно мысли думает этот 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 вот это так если до вас дойдет откуда запор и так далее а то знаете я немножечко перескочу вот бутейка говорил это бутейка создателя дыхания значит сейчас системы волевая ликвидация глубокого дыхания и вот он говорит что из-за того что человек глубоко дышит глубоко дышит значит развивается там что-то 150 разных заболеваний и отклонений и надо значит причина одна глубокое дыхание ну то у меня нет глубокого дыхания у вас нет глубокого дыхания а у другого человека есть какое-то глубокое дыхание опять таки я там робко сказал а может надо посмотреть от чего глубокое дыхание возникает и если мы это глубокое дыхание поймем от чему она возникает и ликвидируем вот в том зародише и мы не будем уже стараться его так сказать вот ликвидировать а так вот знаете цепями грубо говоря себя сковали и мы там не дышим и тара тата тата везде должно быть будет работать работа ума а потом уже дальше все это и тогда не надо будет глубокое дыхание это лечить да сейчас бы эти знания моя бабушка и жива было ну вот знаете вот знание вот они находятся здесь библиотека находится на канале свободном доступе уникальные знания и я тут вам все это дал доню не один раз ну и чё много этих посетителей всем выгодно а вот как в рекламе какую-то штучку съесть или какую-то микрокризм очку сделать чтобы запора не было чтоб стул вовремя а был вместо того чтобы допустим и походить чтобы была двигательная нагрузка которая активирует пищеварительную систему и перистальтику и съесть то что надо и соответствующий настрой ума и все будет работать как надо нет вот это вот не работает значит вот вот надо что-то там сделать клизмочку или еще там какую-то а там как раз покупайте 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 покупать будьте лупыми будьте дурными мы на вас заработать и чем более вы дурны тем легче на вас зарабатывать и вообще вас у вас еще есть очень интересное видео разбор как раз на тему сердца и давления тоже очень познавательно у меня огромное количество разборов всевозможных дальше пошли наталья зленко пишет огромная благодарность вам за ваши труды так татаратара татаратар далее людмила хаппи пишет на видосик дедушка в зефире отличный стрим спасибо подробно рассмотрели противопаразитарку березовый йогольт пропорис а про гриб чагу огневку и подмор настойка из пчел не упомянули их вот этих всех огромное количество просто где-то я сосредоточился на этом следующий раз я сосредоточусь на этом следующий раз совсем на другом в одной беседе понимаете допустим за час постоянного говорения невозможно все вам рассказать там хотя написано там но может можно обсудить при возможности это народная аптека спасибо можно конечно можно можно или на хлынова на видосик о слабых местах организма зодиака пишет ой за все надо платить значит самая как как бы сказать такая вот ценная оплата это оплата своим жизненным временем вы свое жизненное время тратите на то чтобы вот смотрите эту сижу рядом с вами а у меня лежат вот такие вот книжки большая медицинская энциклопедия если что-то надо я почитал то есть написано для людей написано для более того профессионалами и для профессионалов но тем не менее простой человек также может понять разобраться было бы желание вот поэтому тратите тратите свое жизненное время на то чтобы овладеть этими знаниями с целью применения к себе для того чтобы оставаться здоровыми и наслаждаться жизнью если вы это не делаете а думаете деньгами но в любом случае зарабатывать деньги это тоже тратите вы свое собственное время а вот насколько все это вам поможет это уже большой вопрос так ну что то марс пишет подскажите почему от листовой зелени резко растет сахар крови лично я вот сегодня съел две порции капусты мы женой пошли на этот самый на бизнес ланч она капусту говорит а у ее жевать надо нет а я жую у меня все нормально и вадим лагарин вот как раз пишет впервые слышу такого марс а я вижу сам удивлен то вадим так значит не может быть ни с того ничего значит причина есть в ковидной больнице не лежал укольщиками не пичкали там после этих укольщиков диабет у некоторых обнаружится и что теперь все почему все еще причины но рубавля смотрите если от листовой зелени резко падает там сахар крови это сказывается на вашем там самочувствие но замените листовую зелени на обработанную термически ну почему бы нет ирина пишет керосин и гинекология вопросу у моей приятно ницы а у приятельницы обнаружили маленький узел миома говорят керосин может поможет но попробуйте может поможет может не поможет далее вот ирина продолжает она интересно все на на керосин керосиносветитель это дикам это видео значит вот ее бабушка брала летний керосин авиационный и стерилизовала его на водной бане и применяла да не надо его стерилизовать на водной бане не знаю зачем у меня вот авиационный керосин летний вот говорят в зимний там авиационный керосин добавляют какие-то добавки вот чтобы он там не замерзал ли не знаю что там такое вот а лучше всего осветительный осветительный как раз вот на эту тему был видос и посетитель канала как раз рассказал что он маслянистый он не вызывает ожога ничего и мажется и пьется нормально но дальше продолжает раньше от вшей керосин помогал натирали голову мешались от мешали с маслом видите чтобы он был как бы сказать мягче и укутывали и в шею убегали и дохли и даже гнидой лопались было дело в молодости что чтобы я еще знаете сказал на эту тему я совсем недавно смотрю тут через телевизор идет такая мощная обработка не крепших умов медицины и вот частности говорят что вот там какую-то ерунду там сделали которая грубо говоря там от 17 различных видов стрептококов так вот если взять керосин то он вернее в нем никакие микробы вообще не живут ни грибки не живут вот когда настанут вот эти вот времена суровые так ирина пишет опять ценная информация целительной силы толстый кишечник человек мало времени уделяет своему здоровью а также изучению своего скафандра скафандр я так понимаю тела наверно понять причину вот что главное и вольмя работать над проблемой поломки есть она есть то и проблемы в будущем не будет надо уделять немалее своему организму благодарим вас ну конечно уделяйте далее ирина продолжает вот для чего еще служили русские печки ложась на печь мы пробивали свой организм но сейчас эту функцию выполняет ванна пожалуйста ванна мы можем прогреть свой организм геннадий петрович но сыроедение не всем подходит так все-таки как вы говорите надо притушивать слегка овощи особенно в холодное зимнее время а зимнее время ничего сырого особо нету да ну там яблочки то что мы оставляем на зиму хранится и эти продукты летом борется против солнца тем что они себя охлаждает а зимой зимой когда мы в сыром виде их будем потреблять они начнут охлаждать наш организм и вы можете так сделать небольшой экспериментик недельки две попитаться сырой пищи и так сказать сравнить как вы будете чувствовать так-то своей жизни вот так-то виталий островский написал здрасте геннадий как поживаете очень рад что в эфире просто хочу за свидетельство что вы процветаете и доносите свою прекрасную информацию до людей уважающие вас виталий островский я написал благодарю вас трудимся помаленьку рассказываю показываю сам занимаюсь большим уважением к вам далее матча прошла сергует написал спасибо вам за этот ролик спасибо вам за за труд замков фигура уникальная и как обычно судьба трагическая замков это тот человек но обычно так говорят это муж веры мухиной женщины скульптора которая создала вот это вот монументального скульптура рабочий и художница можете там москве посмотреть и он изобрел на основании да кстати кстати он не просто там какой-то самоучка а он имеет это медицинское образование все это это как раз 30 и 40-е годы он придумал гравилат гравидан гравидан он придумал такое лекарство гравидан которое получалось из мочи беременных женщин но я подробно описал что что и как там она действует и очень интересно конечно знаете я сам был удивлен что максим горький этим лекарством вылечился там от какого-то заболевания уже болел там это чахотка или что-то у него так было и и распределял его среди членов цикла то есть одно сильно поднимало половую потенцию но за счет того что идет привыкание до сначала рух подняло в следующий подняло потом слабее 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 и и заинтересованность к этому его препарату затихла и тут его коллеги и скушали инфаркт то есть все пятое десятое таратата таратата так свищ опыт лечения лидия пельминова написала как часто можно прикладывать и сколько времени держать на ранее об этом в ролике не говорится ответьте пожалуйста так я ответил а как вы думаете многие вопросы исчезают как только начинаете что-то применять людмила пишет я думаю что пользуется примочками 4 или 5 раз в день от 1 до 3 минут но хотелось бы ваша профессиональное мнение я ответил именно так от 3 до 10 минут когда вы применяете упаренную урину на свищ она значит по каналу свища заходит внутрь лезет буквально и такое впечатление как будто выжигает вот по этому каналу пошел и плюс она еще насасывает она высасывает эту всю заразу из этого свища вот я и пишу примерно от 3 до 10 минут как только это жжение закончится но еще минутки две-три подержите можно примочку или там трундочку это убирать начале будет сильная женщина что указывает компресс работает по свищевому каналу естественно применять ну примерно примерно часа там через два-три великолепно действует на такие свищи которые вот прямо кишечные свищи знаете там иссякают прямую кишку и и толку не никакого нет так дальше и пишет а вышесказанная поможет справиться со свищем весне пробуйте пробуйте а то а может а не может а может а не может а вы попробуйте так далее она же продолжает а концентрированный раствор поваренной или морской соли например две столовые ложки на стакан воды обладает ли подобным действием все-таки там знаете дело не столько все-таки в соли который вот так вот интересным образом действует а еще и в жидкости то есть это наша жидкость которую мы упарим она приобретает там свойства но в любом случае может можно попробовать вот смотрите я так сразу вам скажу лидия перминова вы допустим на десну приложили просто-напросто вот это вот концентрированный солевой этот раствор так и вот если свищем в десне если вы не почувствуете что вот это вот будем говорить канал зажгло то есть вот это все пошло по каналу и начинается там такая работа это говорит о том что не действует значит надо использовать упаренную до 1 четвертой части урина а если начнет действовать вообще-то там есть такие вещи как лечение вот этими вот солевыми там повязками они довольно таки успешно если есть такой метод лечения на передаче о нем говорили просто я особо не помню что чё как можете попробовать и так жжение по каналу значит работает жжение по каналу нету значит значит эта вещь не работает ну вот я разобрал ваши комментарии и упоминания и будем делать видосик теперь видосик да кстати уже начался новогодние как бы сказать торжества потихонечку там поэтому я я запускаю свою песенку песенку запускаю есть особый день в году наступает темноту новым годом он зовется что нам несет всех людей дается шелестят конфет-отвертки там мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит Веселись, веселись, веселись на кровь Наступает, наступает Новый, Новый год Он врачу нам несет, он по таргерам пройдет Рада сильным полночет, это Новый, Новый год Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем И по чокаме бокалов ходит счастье в каждый дом Веселись, веселись, веселись на кровь Наступает, наступает Новый, Новый год Он врачу нам несет, он по таргерам пройдет Рада сильным полночет, это Новый, Новый год Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карти Загадай свое желание и под звонку ром-попей Веселись, веселись, веселись на кровь Наступает, наступает Новый, Новый год Он врачу нам несет, он по таргерам пройдет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова